Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Чернореченская, 57. Состояние спортивной площадки напротив дома последние несколько лет оставляло желать лучшего. Но после ремонта подземных коммуникаций ситуация стала еще хуже. Установили 5 лет назад детскую площадку спортивную во дворе. Никто за ней никакого ухода с тех пор не вел. Ни на чем балансе она у нас не числится. Запустили, все загадили. Год назад ремонтировали теплосети, приехали, разрыли огромные дыры посреди площадки. Потом все это после себя заасфальтировали, оставили безобразные горы земли. Никто ничего не убрал. Вырвали столбы из нее вместе с сеткой, вместе с ограждением, вместе со всеми этими делами. Все это бросили и уехали. Никто это не ремонтирует, никто за этим не ухаживает, территорию никто не облагораживает. Пришла она в абсолютное запустение. Детям здесь ходить опасно. Да что, здесь и взрослым ходить опасно. Потому что бетонные блоки валяются, вырванные столбы валяются, безобразное асфальтовое покрытие, на котором, кроме как люди с выгулом собак, собственно, и не заходят на эту площадку никто. Дети на ней тем более не играют. Внешний вид двора, в связи с этим, конечно же, грязный. Потому что эти горы земли, это все высыхает, превращается в пыль. Ветром это все раздувается, мы этим дышим. Дышать здесь невозможно, никто это не убирает. Горы пыли скапливаются вокруг разбитых тротуаров, тех же самых. Соответственно, все это разлетается. Дети этим дышат, беременные мамы этим дышат, все жильцы дома этим дышат. Все мы живем вот в таком вот дворе. Якобы облагороженном, на самом деле, все это вот в таком вот пребывает состоянии. Малейший дождь, неимоверная грязь. Сушь, все высыхает, разлетается в пыльные бури. Управляющие компании у нас разводят руками. Говорят, что это не их забота, что на балансе у них данная площадка не числится. Городская администрация вызывали, депутаты приезжали, поухали, поахали, сказали, да-да-да, какой кошмар. Естественно, всем этим надо заниматься. Никто этим не занимается. Абсолютно. Больше года уже вот в таком вот состоянии это все пребывает. Абсолютно никому не нужно. Столбы как валялись, так и валяются. Забор как был упавший, так и упавший. Бульдозеристы приехали, поездили здесь на транспорте. Так и уехали, все это бросив. Московское шоссе 284. Полотенцесушители во втором подъезде не работают уже три недели. Отключили 14 апреля отопление. И с тех пор змеевики не работают. В первом подъезде работают все, звонили, вот все змеевики работают. А у нас не работает. До праздников я звонила. Бесполезно. Мне она там женщина, которая работает, она мне рта разденуть не дала. У нас, говорит, авария. Я ей говорю, какая может быть авария, если первый подъезд работает, а второй не работает. Такого не может быть. Мы же не дураки, все-таки все равно. Вот. Все равно бесполезно. Бесполезно. Сегодня я это вот говорила, увидела ее. Бесполезно опять. Никто ничего не реагирует. Они нам рта не дают разденуть. И вообще, вообще у нас всю зиму, всю зиму, вот этот змеевик чуть тепленький. Чуть тепленький. Звоним, никто не реагирует. Нет, алкашей набрали, там никто не хочет работать. Столько аварии, столько аварии. Ходила в дом управления я это самое. Говорю, пожалуйста, включите нам это самое, змеевики. Правильно, там в седьмой квартире один вселился, пошел, разгон им дал. Она побежала быстро, и сейчас быстро, и включает им все. Да, им включают, а нам нет. А нам нет. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова